Совсем недавно в Москве завершился форум «Открытые инновации». Сотни изобретателей со всей России делились друг с другом новыми технологиями и демонстрировали торжество инженерной мысли. Своё ноу-хау показал на форуме и житель Чувашия Вячеслав Васильев. Что предложил местный Кулибин, узнавала наша съёмочная группа. Снял, отодвинул. Ноги чувствовались. Вот наступил сюда. И на чистый пол уже чистым сон. Таким вот простым и, самое главное, удобным способом предлагает снимать обувь Вячеслава Васильев. Идея создать такое устройство пришла к жителю Мурпосада тогда, когда его знакомый Валентине Калининой потребовалась в этом помощь. Последние годы заходишь в квартиру, хоть плачь. Хоть плачь. Надо на что-то сесть, за что-то держаться, чтобы снять один сапог или ботиночки, если особенно на каблуках, очень сложно. И я предложила Вячеславу сделать лично, просто для меня сделать такую дощечку. Для реализации и доработки идеи Вячеславу Васильеву не понадобилось много времени. Конструкция съёмников незамысловатая. Две дощечки и механизм для упора ноги. Но всё продумано до мелочей и позволяет сохранить в чистоте и руки, и ноги. Задумка этого устройства общая, поэтому и патент у Вячеслава и Валентины один на двоих. Валентина Павловна сама в прошлом работала в патентных бюро. Со своим изобретением они уже получили признание на различных конкурсах и были отмечены медалями. Ноу-хау вызвало и широкий общественный резонанс. Народ был очень заинтересован, ну там толпа, были много телеканалов, радио, интервью давал. Эти съёмники обуви необходимы и инвалидам, детям, пожилым, ну всем. Это же гигиена в первую очередь, это как зубная щётка должна быть в каждом доме. На счету чувашского кулибина не одно полезное устройство. Даже съёмников два вида. Второй вариант в виде трости. С его помощью обувь можно не только легко снять, но и надеть. Особенно это удобно для пожилых. Мечта у Валентины Калинина и Вячеслава Васильева общая. Запустить свои изобретения в промышленное производство и тем самым облегчить жизнь многим людям.